здравствуйте зрители и подписчики моего канала вы на канале машенька машуня черняк сборная солянка сегодня масленица неделя масляная неделя масленицы она в этом году началась 8 марта закончится 14 марта каждый год 15 марта начнется великий пост перед пасхой каждый год коломенска я забыла сказать мы находимся музеи заповедники коломенске каждый год здесь проводят масленицу гуляния в этом году ничего нету коронавирус сделал свое дело сейчас мы обозреваем дворец царя алексея михалыча но сегодня у меня тема масляная и просто я буду показывать так как я совершенно была настроена на другую тему у меня уже есть видео про этот дворец мини небольшие видео здесь сейчас идут реконструкции они реконструкции ремонт ступеньки ремонтируют они деревянные здесь кто-то ремонтирует хочу показать купол видите какие красивые погода отличная небо голубые тучки морозно снега полно пойдем дальше пойдем дальше дальше ребята ведь шумят такая красивая крыша это знамен такой я удивитель потому что ребята не очень хотят сниматься да и они собственно сейчас не нужны ну а будет масляная масляница будет сразу гуляния будут на, 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 на какая красота сейчас мы пройдем вот через эти ворота вот это мы сейчас празднуем масленицу кто такое масленица одно из версий это древнее древний славянский праздник посвящен богу велесу покровителю скота какое солнышко у нас солнышко покровителю скота по другой версии смерти смерти богини зимы зима заканчивается она должна в конце концов уйти она никак не хочет уходить поэтому ученые спорят спорят о том зимний ли это праздник или весенник или весенний он не всегда в один и празднуется в один и тот же день он всегда дата меняется дата меняется с установлением христианства масленица больше не связана с днем весеннего равнодействия она становится частью церковного календаря и по уставу приходится на последней неделе перед великим постом великий пост начинается 15 марта и вот с 8 марта по 14 марта это в этом году по 14 марта у нас масляная неделя у католиков есть аналогичный праздник он называется жирное жирным вторником на католическую масленицу принято устраивать карнавалы ну а у нас по-другому празднуют но вот видите в этом году по-моему никак не празднуют вот меня я почему сегодня затронула тему масленицы у меня выпрыгнула фотография на телефоне двухнедельной давности когда я на площадке такая площадка интересная для концертов пушка видите и я там празднуют как раз масленицу и мне пришли стали приходить поздравления с масленицей с масленицей поздравляем ну вот я посмотрела в интернете где празднуют мне интернет показал что в Коломенском отмечают нет я пошла вначале на ту площадку где мы два года назад да и в прошлом году там же отмечали и там закрыто там стоит площадка для кого она стоит я не знаю она постоянно закрыта и вот мы рука у меня замерзла холодно сегодня но радует то что солнечный денек солнечный очень солнечный денек там ребята там ребята делают стройку мы пошли с другой стороны вот и еще в интернете выдало что в Коломенском тоже празднуют я именно спросила 2021 год вот выдало что должны были здесь вот и с года в год праздник меняется ну я вам уже говорила особенно склонность устрерковного праздника Пасхи Христовой Пасху каждый раз отмечают каждый год в разное время в этом году Пасха приходится на 2 мая соответственно Великий Пасх начинается за 47 дней до Пасхи то есть 15 марта как я вам говорила 14 марта прощение прощенное воскресенье мы просим прощения чтобы простили нас простили перед Великим Пасхом почему Масленица и Пасха связаны не только по календарю это всего лишь всего лишь вообще больше всего это народный праздник это народный праздник Традиция обычай на масле несмотря на глубокий смысл масляной недели люди знают просто по простым обычаям они исключительно народные эти какие рисы здесь обычая народные происходят от обрядов языческого праздника ну как крестьянство они не имеют никакого отношения ну да ладно празднуем да и празднуем особенно как в этом году вот масленицу принято устраивать народные гуляния старину проводили ну они частушки пели пляски игры особенно была очень популярная игра взятие снежного городка и снега лепили ворота и стены вот юноши и мужчины делились на две половины одна половина должна взять брать этот снежный дворец а другая должна была помешать им этому за всем этим наблюдала и выбирали человека которого называли городничим он давал старт и объявлял победителя во многих исторических фильмах показывают как это было ну как они строили эти снежные они ворота строили стены строили ну видимо а снег так как снега было снежные были очень зимой снега было очень много представляете как взять это как снежный город тем более одни они хотели разбомбить ну разбомбить как кулачным они просто руками ногами головой а другие запрещали им это представляете какие там были бои какие там были сражения ну это народные игры такие очень были популярны кулачные бои боролись один на один и боролись ну этот массово тоже в фильмах исторических показано как они стена на стену шли вот и начинали там у кого пальто порвано у кого синяки под глазами ну вот так вот грелись грелся так вот народ а вот одна из древнейших древнейших традиций на масле к лицу вот трапезная это выпечка блинов и блины должна была печь каждая в каждом доме они символизировали символизируют солнце но вот изначально утверждают ученые блин был поминальным блюдом вот ребята стрельцы что-то привезли стол какой-то деревянный но однако сейчас это символ радости именно благодаря блинам многие знают о существовании масленицы блины нужно обязательно как мы говорим в народе обязательно печь на масленицу вот раньше блины называли комом знаете да первым как мы говорим первый блин комом сковородки когда они удачные мы говорили а это оказывается медведей называли на Руси ком и вот блины давали медведи зимой подходили близко к жилым домам и вносили блины тоже медведям комом как говорили в народе что еще а сожжение чучела масленицы оно делается в последний день масленицы блины пекут каждый день а сожжение чучела 14 должны в этом году сжигать не в любой день как у нас сейчас у кого есть время сожжения масленицы тогда видите в этом году все запрещено не знаю может где-то празднуют ну что вот такая у меня сегодня история зато мы ее о ней услышали возле дворца царя Алексея Михайловича музея заповедники в Коломенском сейчас уже можно купить билеты очень интересные залы через онлайн можно купить билеты на посещение того или иного зала очень очень красиво здесь поэтому приходите записывайтесь онлайн вот и я надеюсь я у меня все это получится записаться и купить билет и буду вам показывать видео ну что еще раз с масленицей всего хорошего